Не хочу опять, не знаю материал, который вы располагаете, но есть обеспечение, программное обеспечение. Это я знаю, и дальше сопровождение. Это не только специально. Я к чему говорю, что вот про эту программу действительно вы платят тоже деньги, и специалисты ее отслеживают. Я вам подсказываю, сколько вы платите. А вот за... На сопровождение вы платите 80 тысяч в год. Ну, а здесь 900. А здесь 900. Есть разница. Уважаемые депутаты, я наконец-то получил слово. Я хочу спросить Николая Викторовича, чтобы он понял, что не нарушает нам сейчас и вообще декоративное время статью 12 института Российской Федерации. Подождите, не требовать. Нет, здесь два в одном. А может быть, нет три. Я ее зачитаю. Согласно статье 12, не ответ пришел на мой запрос, из департаментов территориальных органов. Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. И самостоятельное, в пределах собственных полномочий. Органы исполнительной власти не вправе вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления. А вы не пишите, что вы. Спасибо. Вы знаете, мы не надо пропустить. Да. Мы не удавались, чтобы... Я не могу повернуться к повестке дня. Теперь повестки дня. Это тоже повестки, это была реангла. В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона номер 131 об общих принципах местного самоуправления, утверждение местного бюджета, а также определение порядка материально-технического организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находится в исключительной компетенции представительного органа местного управления. Я почему-то говорю, чтобы вы понимали, что мы как раз этим и должны заниматься. Вот такое моё... Мы этим и занимаемся на самом деле. Аппарат по своим поводу. Не, почему не принимали совет? Конечно, не путать. Да. У нас пятого вопроса. Не только бюджета. Не только бюджета. Предлагаю перейти к рассмотрению бюджета. Да нет, ну на что? Нет, нет, нет. Конечно, давайте заканчиваем. Может, какая-нибудь начинка, правда, не заканчиваем. Нет, там, у меня, по-моему, с Ирина, на машину у вас в какой строке? Вот эти 930. 244. А? 244. 244. Содержание аппарата? Ну да, на обеспечении. У меня вопрос там, а сколько у вас сотрудников аппарата получают проездные билеты? У нас нет, проездных ни у кого. Ни у кого нет? А машина же есть. Они пробовали купить? Нет, мы просто, как совет депутатов, считаем, что это ра. Пожалуйста, пожалуйста. Почему у нас не на месте согласовывается? Да, уважаемый Михайлович, если можно, я просто два слова по четвертому вопросу. Вы как бы поизвини. Значит, я, вот, знаете, мое мнение, сугубо мое мнение, которое я сейчас внимательно получаю, слушал. И очень интересный такой задержательный был доклад бюджетной комиссии членов, действительно, прилили цифры, пусть даже путем математических, значит, манипуляций мы можем представлять, конечно, мы, извините, я вместе с вами, интересовываем в этих вопросах, не менее вашего. Да, есть понимание, да, есть понимание, что не все, наверное, хорошо. У меня четкое, удовлетворительное мнение, что депутатское общество должно более активно в этих вещах владеть и принимать решение. Должна быть закрытая информация от аппарата. Вообще, закрытая информация не должна быть по определению, да, но есть, как предприцают, сведения. То есть, очень интересная информация, мы это прекрасно понимаем. Я думаю, что, вот, наверное, целесообразно применить эту информацию в бюджетной комиссии к сведению, а более предпринимательно рассмотрим на бюджете. Потому что бюджет, Максим Анатольевич, я вас не перерываю, а ты, я, в личности, в своем мире... Вы нарушаете статью постепенностью. Вы называют по газу, куда-то подъедем. Что это такое? Все заседание, перерывается. А вот на бюджете, с учетом всего того, что сейчас было сказано, и при перегравании 2016 года, конечно, это все не получится. И обязательно по фонду надо принимать решение по ограничению фонда. И помочь, значит, по мероприятиям, чтобы была ясность, о каких мероприятиях проводятся, какие статьи и так далее. Совершенно верно, там вот и Катерин Николаевич Максим Анатольевич говорит, что депутаты утверждают, что у нас есть макроцифры, макропараметры, такие, у нас основной бюджет по нашим доходам. Мы его праве утвердить. И еще одно маленькое свое личное мнение по вопросу 4.1. Сейчас его не обсуждали, не знаю, и буду его обсуждать, не буду, но я просто уже пользуюсь предоставленным словом. Моя точка зрения, я никогда не слышал, что совет аппаратов не справляет с своими обязанностями, что им не хватает. Ну, это насчет увеличения штата. А я чего-то еще раз говорю. У нас, когда полномочия передавались от МОЦИ, предавались в управу, и те полномочия, которые были оставлены за аппаратом муниципального округа, значит, они были рекомендованы, просчитаны, да, и была такая цифра, я надеюсь, она обоснована, на 4 плюс 1. Сейчас, да, совершенно верно. Сейчас действительно эта цифра утверждена. Она в основном во всех районах одна и та же. За исключением вот такие районы, как Останкино, там достаточно, ну, не совсем большой. Там просто, знаете, есть определенная позиция депутатского корпуса, там у них свои, так говорится, нюансы. Я почему-то говорю. Сейчас департаменты органов, которые отвечают в городе Москве за вообще созданием и развитие муниципального самоуправления и за функционирование исполнительного власти, да, вот и есть орган. Значит, он уже сейчас отрабатывает вопросы, в том числе по фонду, значит, по фонду заработной платы, вот эти на 10 человек. Я очень надеюсь, что в ближайшее время будут вмесены поправки. И что то, что департамент финансов доводит такие цифры по фонду заработать на 10 человек, а их фактически 5, да, здесь, конечно, будет корректировка. И поэтому, если мы сейчас условно, ну, не мы, конечно, вы примете решение об увеличении штатов, кстати, как бы потом не пришлось поживому приезду этих людей. Понимаете, вы их пригласили на работу, они будут работать, а условно вернется поправки, сократят, значит, финансированные освещения, и нам придется, извините, вот мы тут ошиблись, давайте-ка вы, давайте вот, вот, принимайте об этом решение. Поэтому я думаю, что это не надо. Поэтому не вижу целесообразности увеличивать, вот здесь свое мнение. А вот вопросы, связанные с фондом заработной платы, с ограничением его использования, это серьезный вопрос, это можно решать и обсуждать, и принимать решение. Размер, конечно, это диалог у нас. Спасибо. Нет, так все. Да, 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 да. Мне еще вопрос, вот тоже прозвучало, я просто прочитываю, это. Когда заседала первый раз комиссия, 12-го числа, значит, сказали, что прозвучало такое предложение, за ноябрь, за декабрь не выплачивать премию аппарату. У меня вопрос, премия была выключена? Я главного советника, бухгалтера спрашиваю. За ноябрь и декабрь была выключена премия аппарата? За ноябрь и декабрь. У меня вопрос, какого числа вы выплачиваете заработную плату по итогам месяца? Ну, а тогда, если они рекомендовали вам не выплачивать, то вот как вы, или уже это было... А тогда решение комиссии, оно в каком правовом поле находится решение комиссии? Комиссии человеку вообще... Значит, про 12-ое число я не знаю, сколько вы взяли. Как это? Как? У нас было решение было, а? Восьмого? А, восьмого. 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 Дембожье. Восьмого. Вчера. Восьмого. Они сказали, восьмого было это принято решение. Протокол. Да. Восьмого. Восьмого. Вячеслав Григорьевич. Восьмого. 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 Мы были вместе с Фадеевым и вместе с Татьяной Ивановной. Восьмого мы не могли быть, потому что это было закрытое заседание. А когда было же это было... Восьмого. Восьмого. Восьмого еще было открытое... Так вот на сегодняшний день протокола у меня нет. Ну, протокол мы не успеем... Ну, естественно, я... Шестра... Поэтому я вырвусь... Это другое. Так, ну а все о том. Так, а вчера они написали, поскольку они так решили. Во-первых, я так что Наталья Ивановна озвучила, что они так решили. А в решении... Нет. Более того, вот эта вот структура, она у меня появилась где-то в третьем часу дня сегодня. Я первый раз увидел. Мы в 9 утра встали, почему? В 3 часа. Поэтому предлагаю завершать этот вопрос и принять сведения. Значит, мы решили, что принять сведения. А вам чего ответить? Чего вам ответить? По сообщению бюджетно-регулированной комиссии. А вы сказали? Вот, с вами сейчас. Зависите протокол. У Максима. Максим, где был протокол? У меня за 19 тысяч. За 19 тысяч. Но оно другое было. Нет, ну если коснуться этого, то я расскажу. Коснулись уже. А, ну что протоколов коснуться, вот тогда... Спросите сначала. Тогда я выставлю. Значит, я кошнусь тогда протоколов. Вопрос о протоколах. Значит, некоторое время назад я обратился в аппарат Совета Депутатов, чтобы посмотреть на протоколы, потому что мне так представилось, что их никто не читает, и вообще есть ли они. Я попросил протоколы вообще дать мне исторические, сказано, что они в каком-то архиве. Тогда через некоторое время я говорю, ну дайте какие есть. Я получил достаточно некоторые свежие протоколы. Стало... Ну я не смотрел на числа, просто какие-то взял, так, стал читать. И тут стал вспоминать то, что происходило, как живая картина перед глазами побежала. Но самое главное, что я увидел, что есть лейтмотив вот этих протоколов, таким образом выстроен, что из речи депутата берется какая-то фраза, удобная для составителя этого протокола, она вписывается в этот протокол. Далее, неудобная для этого лейтмотива, который уже настроен, фраза или целое выступление депутатов, оно опускается, и получается определенный настрой. Вот тот человек, который не присутствовал, да, он видит. То есть, в принципе, по сути, это классификация документов. Я могу с ним утверждать, потому что я присутствовал здесь, я говорил так, слушал, например, а о чем Булькин говорит, еще кто-то. И вот фразы вырваны. Далее, несколько позже, я попросил получить протокол за 19 число и за 25. Потому что, как оказалось, чтобы из законодательства и депутатский запрос, чтобы пошел в соответствии с порядком, его нужно было приложить к выписку. Выписку я получил буквально, по звучанию, на самом деле, через 20 дней. И вот я просил протокол за 19, за 25 число, и когда стал я их читать, но они были без подписи, в электронном виде. То есть, Юрий Алексеевич сказал, что может в электронном виде, потому что, если кто-то болеет, в самом несостоянии, на полке их там нет. Да, да, да. Я не о том. То есть, все протоколы, которые я получил, в электронном виде, я их стал читать, они, конечно, опять же, не соответствовали сути содержательной части. Юрий Алексеевич, если по повестке не буду раздавать, мы пойдем домой. Я по повестке, вы не попадете. Я по повестке, вы не попадете. Я по повестке. Максим, все конкретно. Давайте конкретно. Теперь я получил. Можно задаваться вопросом 4. 4.1. Теперь я получил вот сейчас. Сейчас за подписью уже. За подписью. Нет, Максим, ну, а что в электронном виде? Не соответствую, да. Получается, что в электронном виде не соответствует тому протоколу, который сейчас я получил уже 19-го числа, но на котором я потом уже наставил. Дай, пожалуйста, тот протокол, который в электронном виде. Ну, того-того я его напечатал.